Всем привет, я Донис! Мы продолжаем проходить внешние миры. И сегодня мы узнаем наконец-таки, куда же кладут болт. Нам надо пробраться в храм, мы уже пробрались, кстати. Болт 52 находится в заброшенном здании к северу от Стеллар Бэя. В этом здании мы находимся, сейчас будем искать тот самый Болт 52. Это загадочная штуковина. Ну что ж, ребята, пойдем внутрь. Темненько тут, однако, но подсветки нет. Пистолет Автомаг. Первого поколения, да? Ничего особенного. Все тут облутано. Забаррикадировались или просто наваляли? Пойдем разбираться. Надо ползти лучше. Да, вот именно. Прикольные модельки этих картриджей. Что такое? Вообще прикольно, тут все модельки такие интересные. Куча, кстати, этих катушек для взлома. Это классно. Пистолет Болтер 2.0. Такой, по-моему, у меня был уже. Броня сапера золото, вау. На, посмотрите. Бабы шишкачины, какая прелесть. Так, что-то мы подобрали интересное. Ну, особо большого интереса не вызывает этот пистолет. Кстати, не прокачана винтовка, да? Туда можно что-то вставить. Да и ручной пулемет, в принципе. А, броню, броню. Точно, главная броня. Броня сапера золото. Уступает нашей броне. Возможность прокачать лучше станет. У нее окей. А, на ноте брони мало. Это что-то, наверное, дает положительное. Легкая броня, как правило, свои бафы дает. Сколько битов наложено, ты смотри. Кстати, типовое здание. Эй, там кто-нибудь! Я слышу топ от ботинок! Стоп, арабты не могут носить обувь? Ложь, рыкнуть, как раптинон. Не, слишком сурово будет, но прикольно. Эй, сдержусь. Не думаю, что они успели этому научиться. Кто ты? О, слава вечности! Я Хаксли. Хакс, если вам лень целиком. Я застряла. Мы с друзьями искали, что они ведь ценные, а пока вдруг к ней приползла жукоматка. А потом раптидоны. И тут началось. Я забежала сюда, и... Теперь вот дверь заперта. Поможете мне? Она не договорила. Друзья заперли. Или она сама заперлась, оставила друзей. Почему она не хочет договаривать? Это прямо к делу. Не, надо немножко поговорить. Ты оказалась заперти, но как? Как два пальца об асфальт. Побегайте от голодных раптидонов, а потом рассказывайте мне о рациональных решениях. Ну, мне нужно попасть внутрь. Хух, спасибо, мистер. У моего приятеля был ключ, но он что-то притих. Запер меня и убежал. Сожрали его, наверное. Так что ищите мертвеца. Вот. Или рапта. Может, он в желудке у рапта. Фух. Запер, значит, да? Если бы скрытие замков сто было, я мог бы сразу взломать. Слишком было бы скучно. А я нашел его? Раз уж ты заперти, может, ответишь на пару вопросов? Конечно. И теперь только на вопросы отвечать. Кто ты? Хаксли. Я курьер иконоборцев. Курьер с большой буквы. Самый быстрый из них. Ни одному из раптидонов в этой чертовой дыре меня не догнать. Я... Я... Простите. В таких маленьких комнатках слетаю с катушек. Не люблю тесноту, понимаете? Расскажи об иконоборцах. О, так это мои друзья. Грэм, Зора, Милтон и... Как я по ним скучаю. Вы выпустите меня или нет? Я хочу вернуться в Эмбер-Хайтс. Ты часто застреваешь в кладовках? Меня запер мой приятель. Я же сказал вам, чтобы спасти атроптидонов, которые хотели откусить мне голову. Но... То есть, да, бывает. Признаюсь. Я вечно влипаю во всякое. Такова жизнь, разве нет? Иногда приходится лезть в мусорный контейнер, чтобы спастись от голодных чудовищ. Серьезно? Я-то пошутил. О, а... Ха-ха. Я тоже пошутила. Какой дурак станет прятаться в мусорке? Фу. Про болт спросите? Я лучше не буду выдавать эту информацию. Ладно, займемся дверью. Выпустите меня отсюда! Я нашел ключ. А может она сама что-то сможет открыть? Должен быть способ открыть дверь изнутри. О чем это вы? Она же заперта. То есть, она сидела здесь столько времени и не могла открыться. Мы ее сейчас напугаем. И она откроет. Проницательность. Мне не хватает проницательности. Убеждение, инженерия. Да, но... Ладно, давай начнем с ручки. Поверни ее вверх и... Подождите. Вверх? О, душа моя вечная сработала! Боже, какая дура. Ага, ну и ну, спасибо большое. Там становилось душновато, и у меня уже начала кружиться голова, так что... Наверное, я могла умереть. Но теперь я на свободе и возвращаюсь в Эмбер Хайтс. Все улипаешь неприятности, а, Хакс? О, привет, Нюка. Не могла бы ты отвезти меня домой? Я... О, ты не одна? Забудь. Тут много таких похожих персонажей. Ты как наша напарница, забыл ее имя уже. Такая немножко нервная вся, неуклюжая. Но при этом милая. Хех, атаковать можно, нафига себе. Уверена, что можешь идти? Да, конечно, я же курьер. Мне часто кружится голова. Кстати, а кто это с вами? Похож на вас, только весь расплывается. Удачи. Прекратите разговор. Большое спасибо, мистер. Мы тут ползаем. Короче, ключ нашел и не использовал его. Переговорное устройство, да? А, через него мы и говорили, кстати. Магничка. Смотри, она даже деньги не взяла. Какая интересная. Так, что за огнемет? 480. Первого уровня. У меня, по-моему, уже второго был, да? Нет, тоже первого. Видимо, просто прокачаны. Жестоко хлама набрал, блин. Это все пьет. Бухает. Катридж болт 52. Вот он. Так просто. Изи. Уходим отсюда. Все оказалось проще, чем я думал. Я ожидал, тут какая-нибудь база будет, как обычная. Застряла. Нет, ты смотри, какая, а. Непростая. И телепортировалась. В шкаф залезла. В шкафчик. Так, и мы, наверное, телепортнемся. Что тут делать еще? Что тут за домишки такие? Ага, верстак. Верстаки я люблю. Ствол весельчак. Увеличить урон крита. Ну-ка, сделаем. Пущай. Лишним не будет. Ну и, как водится, электрический урон. Гира прицела. Гира прицела. Что за гира, интересно, прицел? Типа коллиматора, да? Поставим. Типа гироскопа, который... Удерживает баланс. Интересно, что это такое. Ручной пулемет тоже можно модифицировать. Нальность шума. Это тут не надо. Плазменный, да, урон можно поставить. Каразийный. Нет. Пускай тут плазменный будет. Что это за прицел такой? С орнаментом каким-то по краям. Крюто. Ну-ка, обычно лута. Бескрайние океаны. Чистая-пречистая вода. Плазменный и пюрый. Тут столько лута, что перестаешь радоваться ему. Так, я слышу звуки. Рапты. Зараза. Меня облевали. А кто? Где это, зараза? Харрер. Эх, с жизнью все, кстати. Интересно, как это. Метро воспитало мне желание убирать оружие после боя постоянно. Там, потому что если ходишь, оно грязнится, надо убирать. Теперь во всех играх хочется это делать. Хе-хе. Так, добьем. Ну, траптов не так, что много осталось. Всех перебили. Зараза. Отдачи вообще нету. То есть, прямо в точку стреляет и все. Минимально уводит вверх. Можно было немножко побольше отдачи сделать. Или это из-за того, что я прокачан и не так сильно прокачан. А, кстати, уровень же получил там, да? Можно прокачаться. И не око с викарием. Круто. Так, навыки. У меня 25 уже навыков. С ума сойти. Бой, ну мне и так легко сражаться. Не знаю, есть ли смысл тут прокачиваться. Тем более, длинноствольное, мое любимое. Надо отдельно уже качать. Общение тут самое важное. Лидерство. Можно прокачать лидерство. Вот так вот. Мое любимое убеждение тоже подкачаем. Вот так. 10 единиц ставим. Способности. Что прокачать? Так, вот. Сборщик урожая. Восстанавливается 15% здоровья при убийстве. Я думаю, это пригодится. Все-таки бывают сложные моменты. Битвы. Это должно помочь. Так, минус 30% длительность вредоносных эффектов. Я думаю, это неплохо. Уже пятый ранг открылся. Круто. Так, викарий. Я не хочу прокачивать способности, потому что они такие муторные, длинные. Они меня выбешивают. Все равно им придется пользоваться. Дистанционный урон можно увеличить. Чтобы одинаково не было, увеличиваю у него дистанционный урон. Войс Лауна. Трам-пам-пам. Убратно в Стеллар Бэй. Летательный аппарат какой-то интересный. Прикольные звуководички приятные. Ладно, полетели. Надеюсь, он ничего плохого не сделает с этим болтом. Не поработит все оставшееся человечество местное. Может, он злой гений. Ну, не похоже на это. Вижу, ты оказываешь отрезвляющий эффект на нашу униоку. Не надо, сэр. Прошу прощения, силия не удержался. Чем я могу помочь? Дальше, я буду, кстати, сделать задание инфоброкера. Давно висит. На одном терминале в храм была ваша характеристика. Ты не должен был ее читать. Я просил ее удалить. Могли бы и рассказать, что хранилось в том терминале. Да, но тогда тебе бы стало все известно. Мой роковой час, позор всей моей жизни. Я дал MSI все силы, юность, левую почку. Они просто смеялись надо мной. За годами, я был шоком. То есть, тут эмоции присутствуют. У него есть ненависть. MSI. Это не очень хорошо. Какая разница, кто что думает? Теперь вы главный. Главное, я никому не нужным в городе. Коллеги о нас и думать забыла. Мы еще живы, только благодаря дву личности наших торговых партнеров. Вы нашли новый путь. Вот уж про остальных руководителей такого не скажешь. А, я об этом не думал. Наверное, что-то в этом есть. Спасибо за эти слова. Хочешь спросить что-то еще? Вот, поддержали его. Эмоционально простимулировали. Отдать ему болт 52. Я нашел картридж и удалил данные, как вы и просили. О, да. Мне предстоит бессонная ночь. Столько бланков нужно заполнить, столько ящиков отметить. Постарайтесь держать себя в руках, сэр. Ты представляешь, какая это власть? И менее важная вещь уничтожали целые корпорации. Как именно картридж с данными способен помочь? Что за вопрос? Алкион живет бюрократическим микроменеджментом. Отлежащая документация – ключевая его часть. Апеллирующая к Билю о ликвидации трансфера и форме 52 защитит наше владение на монархии. Все они перейдут к предприятию сквозного налогоблажения, как только мы сбросим на коллегию нашу бомбу. В образцовом смысле бомбу, да? И что это будет за бомба? Пресс-папье? Не рда какая-то. Это же электронный документ. Некие пресс-папье тут не нужны. Вы не поняли, сэр. Если бы убивали раптидонов в половину так же успешно, как шутки, я бы вам не понадобился. Расскажите, что вы запланировали? У меня есть причины полагать, что на монархии действует одна из корпораций, незаконно и в тайне. Да вы, мистер Нанди, прав. Если все узнают, что коллеги нарушают собственные постановления, могут начаться беспорядки. Такая информация может сослужить MSI хорошую службу. Если мы найдем доказательство, я смогу использовать этот рычаг давления и заставить власть имущих принять наш БОЛ-52 и восстановить нашу позицию в коллегии. Ну, скользкий тип. У него цели-то неплохие. Да и не так грязно он этого добивается. Чего? Почему скользкий тип? Не знаю, какие мерзкие политики бывают. Он вполне нормальный. Я что-то не понимаю, но, по-моему, все вполне себе нормально. И что это значит применительно ко мне? Если кто-то ведет здесь деятельность, Кэтрин наверняка снабжает их из Фолдбрука. Возможно, у тебя получится убедить ее рассказать, где они находятся. Похоже, вы ее неплохо знаете. Да, но от этого не легче. У нее большие планы на Стеллар Бэй. Боюсь, если я обращусь к ней лично, это даст ей рычаг давления. Постарайтесь успокоиться, сэр. Вполне естественно, надо немного ее побаиваться. Давай отложим этот разговор на потом силе. Значит, надо навестить Фолдбрук и определить местонахождение секретной корпоративной базы. А дальше? Когда ты со всеми предосторожними выяснишь, где находится эта база, дабудь доказательства от существования и работы. Например, фирменный бланк. Или еще лучшее, кого-нибудь из сотрудников. Это будет идеально. Пробраться на тайную корпоративную базу, украсть местного сотрудника. Эх, два пальца об асфальт. Последний идиот справится, и я на тебя рассчитываю. Прекрасно. Идиот еще дозвал. Сначала мы сделаем задание инфо-брокера. Хиром? Скорее всего, он все еще на пике дьявола. Хотя, если уж на то пошло, он даже не удостужился меня уведомить. Как мне добраться до пика дьявола? Тебе нужно идти по дороге на Ю, пока не увидишь на западе гору. Но я не советую этого делать, дорога очень опасная. Но я вижу, ты познакомился с Ниокой. Если кто-то и может везти тебя туда в целости, это она. Я ему просто надоело мою рожу в баре видеть. Мне надо идти. Окей. Так, это здание не протухло бы. Система, конечно, такая жестокая. С протуханием миссий. Так. Радиомолчание на монархе. Или все-таки это доделать задание? Не, все-таки добьем задание дополнительное. Это у нас давно висит. Я думаю, с ним ничего не произойдет, плохого не будет. А это может, я уже боюсь. Поговорите с Кэтрин Маллен. Сначала подозревают, что Кэтрин известная. Где находится база другой компании? Попробуйте выяснить, у нее точное местоположение. Что, попробуем? Так, а в городе тут не видно? Может, еще какие-нибудь задания есть? Торговец, яхт-клуба. Планета дичи. Да я думаю, чем занимаются в других колониях. Ага. Как думаешь, они смотрят те же сериалы, следят за теми же соревнованиями по тазболу? Угу. Ты меня не слушаешь, да? Слушай, у меня болит спина. А, и все вокруг пропахло рыбой. Дай мне спокойно выпить пиво. Да, когда тяжело работаешь, не до особых мыслей. Чего-нибудь попроще хочется. Ну надо же, не часто у нас в Теллар Бэй бывают новые лица. Первая кружка с меня не знакомится. Ладно, первый раз с ним говорим. Спасибо. Прошу. Если вы хотите составить компанию Ниоки, вам понадобится выпивка, чтобы за ней угнаться. Никого на этой планете за мной не угнаться. Эдди, мы увидите соревнования, и кто кого перепьет? Чем я могу помочь? Да, это новое лицо, мы с ним не общались. Насколько хорошо вы знаете Ниоку? Ниоку знает любой, кто хоть иногда заглядывает в этот бар, потому что она здесь постоянно посетитель. Эй, ты мне еще приплачивать должен. Если бы я не оживлял эту дыру, вы бы все здесь прогрязли в богости своих серых корпоративных жизней. Не обижайся, Нилка. Любому, кто избавил нас от стольких чудовищ, полагается бесплатная выпивка. Погу помочь вам чинить еще. Вы сказали, что редко видите здесь новые лица. Со времен Эмбер Хайтс к нам мало кто приезжает. В основном люди уходят. Падаются в оконоборцы или вроде того. Почему это место называется Яхт-клуб? Я думал, что звучит стильно. В конце концов, название первая реклама, которую ты видишь. Это да. Это правильно. Тогда, наверное, стоит починить вывеску снаружи. Вид у нее довольно печальный. К чему этот негатив? Главное, ведь что внутри. Кстати говоря, у вас вид такой, будто вам не помешала бутылка чего-нибудь покрепче. Вот, в этом весь Стеллар Бэй. То есть никто особо не хочет париться, все ленятся. Работает и ладно. Слишком тут все перекошено. Так, поторговать. Скидка 41%, офигеть. Так, готово. Может, что еще скажет? Не, все. Так, ладно, я смотрелся, тут ничего особенного не нашел. Пойдем на задание. О, куда идти? Не близко, полетели-ка сюда. Разрушенный мост. А, это разрушенный мост. Точно-точно, помню это место. Тут бункер где-то еще был. Пока туда не будем лезть, я все ожидаю, что задание будет. Тоннель контрабандистов. Тоннель контрабандистов. Надо держать его в уме, сохранимся. Это яйца что-ли? Не рушится. интересно есть разница с оружием бегать или без так еще чуть-чуть быстрее нет скорее всего нет кажется перекресток фолбрук кончусь от 4000 опыта не слабо если хочешь выбить а на той стороне фолбрук на полпути горе так что можно передохнуть фолбрук что же осмотримся тут интересная пыль какая мортимер белл проблемы с регистрацией или можете найти дорогу если не можете попасть в свою комнату новые ключи обойдутся в 50 битов где что это за место а понятно полбрук величайший секретов монарха ну если забыть про тайный ингредиент шишкачина и фабрики мы привычное место отдыха для путешественников то не против приключений понимаете пускай подробнее скажет не так чертовски давно мне не приходилось использовать самую цепляющий подачу позвольте расскажу образно райский уголок укрытый за водопадом в горе на съезде развеяться на съезде согрешить у нас есть алкоголь азартные игры и кровати для уединения все здесь принадлежит управляется субцвет утиль так что вы можете чувствовать себя безопасности нарушая закон если хотите начать тратить биты загляните в салон я здесь чтобы помочь вам удовлетворить все потребности и дальше тут нарушению закона нормально относятся расскажите где тут что интересное но ранее резервировать ничего не нужно путешественников всегда врага в нашем салоне идите назад потом сразу направо если увидите водопад значит зашли слишком далеко обратитесь к мисс малин она вам подскажет я скоро вернусь прикольно пора сыграть виски или выпить виски или все сразу кстати похоже на убежище старый 2 там дети изгнанники жили громила субцвет утиль какие у них маски интересные нельсон мейсон саблайт нет посмотрите впервые вижу кого-то кто выглядит так профессионально осторожны капитана этого парня глаза как у шприцы который собирается стащить ваш обед а бросьте я лишь говорю что но не из тех голубей что мы обычно ощипываем простите конечно если на самом деле золотых детишек византия скажи мне нужна услуга я могу рассказать вам в одной надежной схеме миг миг вы говорите миг вместо того чтобы на самом деле подмигнуть нет не было такого миг а вот так все просто у меня служит по доставке наркотиков недавно мне пришла идея как можно вдвое снизить затраты заменить автоматом погрузчиков шприцами которые дешевле и быстрее гениальная идея только шприцы тупые и как их заставить это выполнять не представляю интересно чем отличается гениальная идея просто невероятно хитро какой-то из них сарказм вот надо было им писать сарказм когда а ну вот ложь то что ты не согласен что это гениальная идея этим они как бы показывают просто невероятно хитро видите я сразу распознаю гениев когда их вижу именно так единственная проблема в том что мои транспортные шприцы не вернулись последнего забега как я же говорил вы выглядите способнее всех болванов что здесь обычно болтается может смейте найти шприцы забрать мой груз а я вмен обещаю вам пять процентов от прибыли 5 это хренел привлекательность ты мужики чекаешь наркотой такое заниматься но задание интересное привлекательность 35 процентов и пробник товаров тогда мы договорились миг 30 30 процентов вы что совсем поехали если бы не зряная порция маргеллонов я бы такого не выдержал раз уж все так и я согласен на ни одной доли процента больше мои транспортные шприцы бегают вперед-назад под грузовым тоннелем все тропы начинается отсюда когда у вас будет товар приходите какая у него одежда интересная хорошо хоть не в хороших интересный чувак двух бухаёв нанял кстати не просто так себе хрен какой-то сотрудник субсвет иди себе чудо ты кого-то чудом назвала сранец опечатано посетитель фолбрука три посетителя то есть тут экскурсии проводятся до так карта тут значит задание дам ты уже пещера получается картера сегодня не видел не прошлый раз я увидел дай звезды памяти не не помню сколько-то дней назад не думаешь что он погиб во время крушения моста это его команда груз везла все становится более-менее ясно тот самый мост много посетителей кстати дункан л.а. но объект пушки 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 и боеприпасы типа конфетки постилки взять не дают полезная бокалея дункана автоматон часовой мк2 а не хухры мухры шляпы такие уэсли александр так вот мы и уцели на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи а